В законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное, 46-е заседание. Главным вопросом повестки стало досрочное прекращение полномочий депутата от фракции КПРФ Айрата Гебаддинова. Парламентарии рассмотрели 15 вопросов и законопроектов. Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Айрата Гебаддинова. Ранее указом губернатора Ульяновской области народный избранник был назначен сенатором Российской Федерации от нашего региона. Предлагается с 5 октября 2021 года досрочно прекратить полномочия депутата законодательного собрания Ульяновской области Гебаддинова Айрата Миниросиковича в связи с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации. Мы, безусловно, будем продолжать работу в регионе. Я думаю, будем еще активнее работать. Наша фракция также будет активно заниматься. И я, в свою очередь, буду представлять наш регион в Совете Федерации. Айрат Гебаддинов сообщил, что в связи с новым назначением он не планирует покидать Ульяновскую область и менять место жительства. Напротив, сенатор намерен усилить свою работу в регионе. Как взаимодействовал, также буду посещать все районы, принимать избирателей, вести прием, объезжать, тесно работать с губернатором и правительством Ульяновской области. По решению мандатной комиссии, освободившееся место руководителя фракции КПРФ займет депутат Виталий Кузин. Решение по вакантному месту депутата парламента будет принимать бюро Ульяновского областного комитета регионального отделения КПРФ. Айрат Гебаддинов, в свою очередь, уже вошел в состав Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Я увидел в этом огромное количество плюсов. Мы сможем совместно прорабатывать вопросы. Это наиболее проблема у нас в области. Это дома культуры, которые сегодня многие в аварийном состоянии. Это среднее специальное образование, профессиональное образование. Сейчас вот эти все учреждения образования надо поддерживать. Один из вопросов заседания планировалось посвятить назначению на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области. Кандидат Екатерина Толчина обратилась к депутатам с просьбой перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Парламентарии рассмотрели и приняли еще несколько важных законов и поправок в законодательные акты региона. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.